С новинками от издательства Мадимео в этом выпуске мы познакомимся под вкусные и правильные пельмешки. Ведь путь к сердцу мужчин лежит через всякие вкусности, а являются ли новые масштабные модели из журнальной серии «Наши автобусы» таковыми, мы и узнаем, но как всегда без фанатизма и излишних технических подробностей. Итак, выбор пельмешек в магазине начинается с упаковки, а у нас на обзоре их целых три. Масштабная модель городского автобуса ЛАЗ-695Е – это выпуск 29, пускай это будут пельмешки с мясом. Модель автобуса ПАЗ-651 – коробочка из выпуска номер 30. Эта моделька имеет такой яркий и смешной окрас и плюс ко всему имеет маленький размер, что будет небольшими детскими пельмешками. И специальный выпуск номер 3 с автозаком КАВС 3976АЗ, и пускай это будут пельмешки постные. Но, что касается упаковки, она должна сохранять товар в целости и сохранности, и в данном случае модели упакованы традиционно в блистере. Легко, достаточно прочно и видно, что внутри. Ну а что касается состава, ведь обычно на упаковке он указан, к нашим моделям прилагается журнал с описанием автобуса и его краткой истории. Добавим в пельмешки специи по вкусу, а в качестве таковых в номере 29 и 30 есть наклейка для альбома. Вещь маленькая, но приятная и заметная. Пока варятся наши пельмени, мы посмотрим модельки. Все они изготовлены в основном из пластика, снаружи все выглядит весьма привлекательно и без огрехов. Не могу придраться каким-то особым косякам. По окрасочке все четко, только вот коробочка Пауллосского автозавода имеет такой уж слишком рейверский что ли цвет, и начинаешь сомневаться, что в оригинале действительно были автобусы в таком окрасе. Но я могу что-то и не знать, поэтому если кто подскажет в комментариях, был ли в реале такой цвет, то будем весьма признательны. Головная оптика у всех моделей выполнена в виде отдельных элементов, также отдельным пластиковым элементом выполнен задний фонарик у Пазика и спецсигнал у Автозака. В остальном все фонари выделены красочкой, весьма аккуратно опять же. Очень понравилось качество написания модели Львов у Лаза, и особенный респект в адрес Мадимилу за то, что у Павловской коробочки выполнена выштамповка на боковинах капота. Павловский автобусный завод имени Жданова. Вначале по слепоте я этой надписи не заметил, но потом увидел и оценил. В общем, все мелкие элементы сделаны аккуратно. Дворнички, зеркала, петли, все выглядит очень недурно. Ну а внутри в моделях все, как обычно, простенько, без особых украшательств, детализации, без мяса, так сказать. Ну вот и пельмешки магазинные сейчас точно такие же. Снаружи ровненькие и привлекательные, а внутри иногда мяса настоящего и не найдешь. Но в данном случае для нас ничего нового, эти моменты традиционны для журнальной серии, и тут мы ничем не удивлены. Как говорится, если что-то не устраивает в пельменях, то можно взять либо подороже, либо слепить самому. В данном случае это купить сборную модели, собрать все своими собственными руками, но, к сожалению, не всегда на это есть время и соответствующие умения. Ну вот, пельмешки и сварились, можно подавать на стол. И что можно сказать? Модели из данных выпусков меня порадовали. Вероятно, по геометрии и точности исполнения можно найти какие-то несоответствия. На это есть профессиональные коллекционеры, которые разберут каждый сантиметр машины, ну а мы не будем сильно придираться и с аппетитом скушаем эти модели, ну, то есть с большим удовольствием пополним наш автобусный парк в миниатюре. Ну и, конечно, с нетерпением будем ждать следующий выпуск, в котором нас ждет туристический Икарус. Сравним его с аналогичной, но более дорогой моделью и узнаем, стоит ли переплачивать именитому производителю. Надеемся, подняли нашим зрителям, то есть вам аппетит, и вы уже бежите на кухню за вкусным и, самое главное, правильным бутербродом. Оставайтесь с нами и никуда от нас не уходите, а мы порадуем вас еще чем-нибудь новеньким. С вашим приветом из города Героя Ленинграда. До новых встреч, друзья-товарищи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok